Дорогие друзья, у меня уже ёлка, уже совсем близко-близко Новый год. Эту ёлку сделала моя супружница, красавица, ручки очумелые. Я утром проснулся и офигел просто от такой ёлки, говорю, как же это может было так сделать? Она говорит, вот так вот сделала. Но зато весь день проболтались в поиске вот таких вот веток, игрушек, и оказывается есть такие магазины специальные. А ещё сегодня я хотел бы вам рассказать о наших друзьях. Компания Доктор Ёткер запустили шоу «Готов любовь», в котором владельцы и шеф-повара знаменитых московских ресторанов и кафе готовят какой-то десерт, делятся своим авторским рецептом и, конечно же, параллельно рассказывают о своей работе в гастрономической и ресторанной кондитерской индустрии. Первый выпуск уже вышел 18 октября. В нём создатели кафе «Инжир» Антон и Ирина показывают свой брауни и рассказывают о том, как они пришли к кондитерке, как они пришли к открытию кафе и как у них это получается. А во втором выпуске бренд-шеф ресторана «Мишель» Евгения испекла тарт-татен или перевёрнутую шарлотку и рассказала о всех нюансах и идеях французской выпечки. В общем, смотрите шоу «Готовь, любовь» на канале «Доктор Эткер Раша». Обязательно подпишитесь на канал, для того, чтобы не пропустить новые серии. Ну а ссылка, конечно же, в описании. Рано-рано-рано утром я сгонял на рынок и нашёл вот такую вот фермерскую жёлтенькую красивую курочку. Видите, тут печать, это, так сказать, как погон. Курочка шикарная, её-то и будем запекать. Духовка греется. Ранее я устраивал в сообществе опрос, какое самое популярное блюдо, вернее проголосуйте за продукт, курица, свинина, говядина и так далее, который вы поставите на новогодний стол. И оказалось, что повседневная курочка вот такая выиграла. По большинству голосов, там больше 12 тысяч человек участвовали в опросе. Но я вас призываю к тому, что если вы хотите на праздничный стол поставить курочку, ну найдите её жёлтенькую, вкусную, хорошую, классную, а не синюю, какую-то непонятную, бролерную из дешёвого магазина. Ну потратьте чуть больше денег, для того, чтобы на новогоднем столе у вас, понимаете, ножку отламываешь, блин, и кайф получаешь, что прям это классная курица. Я вот постарался сегодня найти именно такую. Да, она дороже, конечно, получается, но здесь, как говорит мой папа, дорого да мило, дёшево да гнило. Не всегда в нашей жизни эта пословица играет такую важную роль, потому что иногда, когда бабла нету, тут не думаешь, гнило не гнило, просто берёшь, покупаешь. Я, кстати, так же делаю. Капусточка у меня будет в начинку. Смотрите, вариантов начинки может быть масса, это может быть крупа, это может быть овощи, это могут быть фрукты, ну типа яблок, груши, айвы и всё такое. Но яблоки, груши, айва лучше всего подходят для утки, гуся, ну потому что вот они более жирные, у них такой более жирный, какой-то такой приторный вкус, и их стараются кисло-сладкими гарнирами всегда разбавлять. Утка так вообще считается сладким мясом. Но курица, на мой взгляд, должна иметь оптимальный гарнир, тот гарнир, с которым её будет вкусно есть. Из овощей картошка, ну, теоретически можно пожарить картошку и засунуть её туда. В общем-то, здесь у нас требуется помощь зала. Давайте, вы мне черканите, кто с чем делает капусту. Потому что с гречкой и грибами, да, с рисом и яйцом, да, значит, тушёные кабачки, да, запечённые болгарские перцы с уксусом и зеленью, да, это может быть чисто лимон и апельсин, зелень, да, апельсин, кстати, вот он у меня тоже есть, я планирую его туда прибавить. То есть, мне интересно, а, ещё бывает, знаете, чем фаршируют? Хлеб смешивают со сливками, яйцом, и туда хлеб впитывает в себя и яйцо, и сливки, получается такой хлебный омлет. Я их засовываю в курицу, яйцо схватываю, да, все соки впитываются, и потом отрезаешь куски, оттуда прям достаёшь эту начинку, и она такая вкусная, как будто какой-то там пирог или что-то вроде того. Значит, что делаем с капустой? Так, сейчас отправляем сюда все овощи. Ну, как все? Не все, два вида капусты. Лук, грибочки. Значит, смотрите, у меня здесь в холодильнике завалялся кусок масла, небольшой, просто что-то он там валялся-валялся, думаю, что он там валяется, пусть он тут у нас будет внутри курицы. Быстро капусточку квашеную, оп, и туда. Шампиньончики у меня такие тоже, я всегда смотрю, что завалялось в холодильнике, и что можно с радостью добавить, чтобы, так сказать, ничего лишнего не оставалось на следующий год, а то будете потом говорить, так это же прошлогодние продукты. Поэтому, что у вас есть, всегда глядите, я вам даю идею, а вы уже такие, типа, о, у нас есть еще такой ингредиент, и добавляйте его. Смотрите, значит, вот это грибы и квашеную капусту я сразу же добавляю сюда. Это начинка, поэтому нет такого там. Это начало обжарить 3 минуты, потом добавить это. Просто все, что в любом порядке порубили, отправили. В общем, пока нужно перемешать все, потому что снизу там у нас уже жарится что-то. Теперь апельсин покатали. Здесь вот есть остатки жидкости от капусты. Прямо сюда все выжимаем. Апельсиновые шкурки горчат, я их туда добавлять не буду. Во-первых, я хочу, чтобы у меня набивка курицы, то есть начинка ее, была полностью готова. То есть не надо там ничего вынимать, отнимать, чтобы она полноценная была, вкусная. Когда вы разрежете курицу, получаете, да, там, кайфушку. Поэтому хорошо было бы ароматизировать. О, брошу рядом. Ну, как бы на противне пусть будут давать аромат. Во, мысль у меня пришла. Внутрь добавлять точно не буду, будет горько. Ну, одну я уже выкинул, поэтому три будет. Что делаем? Я вливаю сюда апельсиновый фреш, как сказал бы французский шеф. Обязательно сюда нужно добавить тмин. Кто не любит тмин, тот не добавляет. А кто любит, добавляет. Можно добавить корицу, можно добавить кардамон, молотый. Молотое все должно быть. Потому что это начинка. Там вы не будете доставать вот эти вот шматки. Я переставляю капусту на дальнюю конфорку. В маленькой кастрюльке, вот здесь у меня закрыто, в маленьком сотейнике закрыто большим сотейником, я гречку залил кипятком до начала съемок. И она там у меня пропиталась, уже готова. Я потом это все смешаю с гречкой для того, чтобы наполнить курицу. Противень готов. А сюда я на эту сковородку, на эту сковородку ставлю эту сковородку, чтобы, короче, крышки, чтобы не искать где-то там, что-то не мучиться. Все, начинаем заниматься подготовкой курицы. Да, было прям несколько комментариев по поводу пергамента. С пергаментом большая беда. Вообще большая беда. Вот у этого пергамента нет какой-то марки или производителя, чтобы его прорекламировать. Я его покупаю. Он, видите, с одной стороны, вот, можно вот тут вот посмотреть. Вот, с этой стороны он блестящий, с этой матовый. Видите? Он промасленный. Я не знаю, что за маслом, по-моему, промасленный. Конечно, он на пальцах не оставляет жира никакого, но называется промасленный. Я его покупаю в профессиональных магазинах. Ну, вернее, как в профессиональных. На Драгоменовском рынке есть масса вот этих вот одноразовых каких-то там ларечков. Они продаются. Я вот сегодня как раз у меня закончился. Я вот купил вот большой, огромный, толстый рулон. Мне его хватает надолго. Вот реально надолго. Это профессиональный пергамент, который покупают рестораны и бары. Штука очень удобная. Его прям надолго хватает, и он к нему ничего не прилипает. Такое бывает. Я у среди знакомых вижу жалобы. Приходишь, мне говорят, рыбу положила. Не отдерешь просто со шкурой, с мясом совсем. Так, сюда сразу кладу апельсиновые шкурки и приступаем. Теперь самое интересное. Курица будет без каркаса. Я сейчас покажу, как убрать внутренности. Косточки в крыльях и косточки в окорочке останутся. Их не нужно убирать, потому что иначе курица совсем потеряет форму. Поэтому считается так, что ножка хороша, когда она на кости. То есть ее отрываешь и ешь. А все остальное можно нарезать. Подача будет вау, потому что вы ее разрежете пополам. Вдоль или поперек, неважно. И гости скажут, типа, хруста под ножом не было. Это же вообще просто все, там начинка. Вы скажете, да, вот, Новый год же надо, блин, лишних костей. Зачем? На костях бульончик сварим. В общем, начинаем вот откуда. Вот отсюда вот. Здесь киль. Килевая косточка. Соответственно, мы и начинаем от нее подрезать. Нож нужен острый. Мы отсюда начинаем снимать мясо. То есть, по сути, здесь ничего такого особенного нет. Просто-напросто по косточке идем. Только нужно делать это очень аккуратно. Чтобы правильно не порвать шкуру, ножичек маленький берем. Даже если вы там мясо где-то внутри попортите, и это будет незаметно, если шкура будет оставаться целиковая. Вот это для вас будет экспириенс настоящий. Типа, нужно взять курицу и вытряхнуть из нее скелет. Эх, камере, конечно, неудобно. Один раз сделаете, поймете, что это очень просто. Мы до окорочка еще пока не дошли. Нам нужно сделать так, чтобы у нас вышла, ну, освободилась, скажем так, грудная часть. Вот смотрите. Грудка здесь не очень крепко держится к кости. Прилегает. Поэтому здесь можно ее, засунув пальцы, ну, отделить просто от кости. Видите, пальцы как далеко уже почти до самой шеи проходят. То есть грудку я отделил, вот здесь только надо верхушечку подрезать. Ну, это будет чуть-чуть позднее сейчас. То есть вы понимаете, что просто-напросто подрезав вот здесь немножко вдоль спины. Здесь главное кожу не поранить. Самая тонкая часть, здесь вот, ну, нету мяса. Поэтому на бульон эту хребтину отправляют чаще всего. А все остальное просто-напросто мы пальцами оттягиваем. Ножом помогаем только там, где у нас пальцами невозможно это сделать. Суставчики появились. Видите, бедренные суставчики, вот их видно. Вот они болтаются. Опа. Сюда раз, ножичек подставляем. Вот они отошли. Дальше вот так вот раз. Выворачиваем. То есть суть в чем? Мы выворачиваем курицу наизнанку. Знаете, как вы снимаете рубаху, если у вас, если вам лень расстегивать пуговицы. То же самое здесь происходит. Да, был фильм какой-то, там начальник ругался на своих подчиненных. Я вас мехом внутрь выверну. Вот это то же самое. И самое главное, вы помните, да, что ничего рубить не надо. Нужно все стягивать так, чтобы у вас получалось легко и непринужденно. Если у кого-то получится, обязательно пришлите потом коммент. Ну, как получилось? То есть удалось ли это? Удалось ли вывернуть курицу? А курица все меньше и меньше становится. Курица ужалась. Значит, тут булочки, да, такие появились. Все остальное дело техники. Короче, двигаемся навстречу судьбе и Новому году. Да, помимо всего прочего, нужно запастись шпажками. Я вас не предупредил, надо было с самого начала сказать. Я запасся сегодня с шпажками или зубочистками. Они тоже прекрасно подходят. Эх, фермерская курочка, кожа лопается. Да, есть в этом определенный смысл. Да, согласен. Магазинная курица проще для снятия, потому что там кожа резиновая. И она не рвется, когда ее снимаешь. Я представляю, сейчас кто-нибудь смотрит ролик такой, а у нас дома будет 26 гостей. Это же, блядь, нужно 5 куриц, да, так сделать? Нет, я 5 куриц так не сделаю. Знаете, в ресторанах прекрасно это делают, но просто есть человек, который реально там стоит полдня и делает вот так вот со всеми курицами. Все, мы дошли уже почти до самого, до самой развязки. Ну, то есть мы как бы упираемся здесь. Вот, все, ну, пальцами счищаем с костей мясо. Просто счистили и все. Вот дошли до вилочковой косточки. И ничего с ней тут не происходит. Вот мы ее очищаем, вот она у меня между пальцами. Плечевую главное вырезать, плечевой сустав. Вот они, плечевые сухожилия. А косточка остается здесь прям. Вот она. Она же к плечу примыкает. Вот мы обошли с этой стороны. То есть просто выворачиваем. Вообще по-другому ничего не надо делать. Вот осталась шея. Жир здесь шейный и так далее. Теперь вот здесь нужно аккуратно. Прям по чуть-чуть, по чуть-чуть. Нож должен быть острый. Мы просто-напросто... Это пищевод болтается. Вот смотрите. Получился вот такой вот гребень. Тут вот эти все там боковые косточки. Вот шея. Вот килевая кость. Вот почти что ничего нету на боках. Если что-то остается... Вот тут еще около... Плечевого. Это все вот сюда. Все соберите. А дальше вы знаете, лучше меня что делать. Даже ребенок может разорвать все это на куски. Ну и потом отправить в бульон. Я пока это сюда отложу. Абра-катабра. Раз. И у нас получилась такая кукла. Вот такая получилась штука. Все. Каркаса внутри нету. Остались только крылья с плечевой костью. И на двух колечках. И окорочка. И кусок ягодицы. Кусок ягодицы появился здесь. Ну как бы такая... Sorry. Цензура. Censored. Все. Курица готова. Дальше все довольно просто. Значит, во-первых, у меня где-то палки были здесь. Таких длинных зубочисток я не нашел. Поэтому купил вот такую вот. Какую-то... Какую-то штуку. Но я надеюсь, что... Мне длины... Мне главное, чтобы они тонкие были. Значит, что делаем? Значит, палку одну. Нам нужно закрепить шейную дырку. Крашеную часть я выкидываю сразу, чтобы вопросов не было. Все. Закрепили дырку, чтобы отсюда ничего не вывалилось. Дальше у меня капустка подготовилась. Ну вот она протушилась. Даже если она там протушилась не вся, даже если немножко она осталась сыроватая, ничего страшного. Она же все равно там еще у нас будет. Но очень важно, чтобы капуста была не холодная, а горячая. Ну, нужно постараться так, знаете, чтобы капуста была... Ну, руками можно было ее брать. Набивать-то все равно ложкой. Чтобы сильно не разогревать ее. Отсюда сразу же добавляем гречку. Гречку по вкусу. Здесь нету каких-то определенных пропорций. Главное, чтобы было вкусно. Как определить, вкусная будет начинка или нет? Сделайте начинку и попробуйте ее. И вам все станет сразу понятно. Так же, как и на соль. Сейчас надо будет попробовать перец обязательно добавить. Капуста должно быть, конечно же, чуть больше, да? Гречку можно засунуть сырую, но лучше этого не делать. Лучше вот кипяточком залейте, чтобы она была, знаете, такая плотная, до полуготовности. Да и сколько бы гречка не парилась внутри курицы, ничего с ней плохого не будет. Не будет там перевар или еще что-нибудь такое. Это все условно. Плюс потрясающе, я хочу вам сказать. Апельсин взял и все сгладил. Капуста перестала быть, знаете, такой повседневной, обычной тушеной капустой. Капуста приобрела сладость дополнительную и стала такой гламурной. Нет, чтобы совсем гламурная стала, можно, конечно, от трюфельного масла бахнуть или трюфельной соли, или вообще трюфелей с фуа-грой. Но мы же про другое. Мы же про адекватный Новый год. Если хотите какого-то неадекватного на столе, просто поставьте черную икру. Вы знаете, что она стоит по 52 тысячи рублей за килограмм? Ну вот, вот он будет у вас. Вау, будет Новый год. Представляете, все деньги потратили на черную икру. Купили полкило там или килограмм черной икры. И на столе больше ничего нет. Сидите такие, смотрите видеоролики мои, думаете. Василий был прав. Надо было капусту с гречкой фаршировать курицу. Значит, обжигать я ее от волосков в самом начале не стал. Потому что я, видите, не обжигал ее, она там, кожа повредилась, да, местами. Если ее обжечь в самом начале, ну, будет проблематично потом ее вообще вынимать. Вынимать из нее. Смотрите, если вдруг тут малое филе куда-то отвалилось, ну, и пусть она валяется там. Главное, что у нас есть вот такая полость, и мы сюда запихиваем фарш. Смотрите, можно смешать с куриным фаршем капусту и сюда засунуть. Главное, начинить так, чтобы фарш изнутри держал ее на плаву. Хотел сказать, ну, чтобы он держал ее в форме. Гречка с капустой держит мою курицу в форме. Да, вы кормите курицу гречкой? Нет, я ее фарширую. Придерживаем, смотрим, сколько у нас сюда еще войдет. Главное, чтобы она у нас оттуда потом не сыпалась. Не курица, а хомяк. Хомяк, блин. Ну, ты хомяк. Я не хомяк, я курица. Нет, ты хомяк. Это всегда Новый год, всегда кайф. Можно поржать. Вдоволь. Так, еще пару ложечек. Грибочки, не забывайте, что у нас там были шампиньоны где-то запрятаны. Ну, в общем, давайте не будем здесь превращать нашу прелестственную курочку в надувной шарик. Не будем ждать, когда она вдруг лопнет. Главное, чтобы крупа, вот она взорвется, курица, если будет крупа, например, рис, который будет впитывать, 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 впитывать влагу. И потом... Итак, дорогие друзья, так, аккуратно смотрим так, чтобы у нас тут все было... Конечно, в идеале все было хорошо пришить бы. Но иголки у меня, к сожалению, нету. Поэтому будем шпажками все это делать. И вот здесь вот у нас будет вторая шпажка. Вот она. Главное, чтобы на месте был хвост. Дальше нужно взять веревку и привязать к ней крылья. Где-то вот здесь, в районе грудки. Все, крылья у нас на месте. Капуста у нас под крыльями на месте. Здесь кожица у нас натянется. Ну и, конечно же, нам нужно привязать ноги. Говорю, как про коня. Коню нужно привязать ноги. Привязываем коню ноги поплотнее. Вот так вот. И оп! Переворачиваем. Да, вот эту штучку к железу вырежем потом, перед подачей. Не надо сейчас кромсать курицу. Заставлять ее, так сказать, испытывать неудобства. Курочка готова. Вот такая вот тушка. Понятно, что выглядит как садомаза слегка. Но что делать? Такова участь нашего питания. Все, здесь капусточку лишнюю убираем. Ну, стараемся как бы не свить. У меня здесь кожа лопнула. Очень тяжело зацепить. Кожа хрупкая. Стараемся так сделать, чтобы у нас здесь... Ну, то есть, если мне не удалось сделать так, чтобы ничего не лопнуло, у вас задание сделать так, чтобы ничего не лопнуло. Все. Дальше довольно просто. Кладем ее на противень. Это все доесть аккуратно. Значит, маслице растительное. Обливаем растительным маслом и посыпаем солью. Не буду полить ее. Она нормальная. Палево полить. Все. Курочку... Соль к маслу прилипла. Аккуратно. О, какая красивая. Даже несмотря на то, что она еще сырая. Все. Специи никаких пока не кладем, чтобы не испортить внешний вид. Чтобы у нас верхушка не сгорела, давайте в самом начале мы ее фольгой прикроем на первые 20 минут. Просто вот так. Не надо что-то там особо упаковывать. Это потому, что у меня дурная плита. Она невысокая. И внешний, верхний прибор, он, знаете, поджигает. И потом очень тяжело остановить процесс пригорания. Значит, я ставлю... У меня там 180 градусов внутри. Видите, я приспособил термометр, который показывает мне, что там происходит. В общем, в итоге у меня верхний и нижний жар активный. Стоит 230, но показывает 180. В общем, оставляю на 25 минут. А потом будем ее смазывать и уже делать карамельную корочку. Мед. Я беру каштановый. Соевый соус и маленькую тарелочку. Это для того, чтобы карамелизовать курочку. Ну, то есть, этой смесью мы намазываем курицу, для того, чтобы она стала золотистой. Так, вот это мы... Значит, курочка у меня простояла в итоге не 25 минут, а 35. Значит, я ставлю верхний... Прям называется верхний нагревательный элемент. Когда у вас фигачит гриль, да, вот такая полоска с такими зубчиками, когда у вас фигачит только верх. Курица готова. Я вижу, что сок под кожей. Пузырьки надулись, это значит, что сок уже пошел вот сюда вот. Это уже готовая она. Но она внутри еще не совсем прогрета. Поэтому нужно ей помочь. Во-первых, стать красивой. А во-вторых, доготовить немножко ее. Так, обязательно кисточку. Быстренько сюда. Темный, горький каштановый мед. Во-первых, я ем из всех видов меда только такой. Ну, потому что все остальные почему-то мне кажутся неинтересными. А этот имеет свой характер, цвет, горечь. Ну, не такой горечь, как там, не знаю, мамордика. И немножко соевого соуса. Я даже не знаю, как его отмерить-то здесь. Давайте чайную ложку. Соевый черный. Мед каштановый черный. Сахар еще подпечется. И получится хороший черный цвет. Поэтому именно исключительно из-за этого я использую как намазку. Можно, конечно, и терияки, но так, знаете, натуральнее получается. Только аккуратно мешайте, потому что я чуть не облился соевым соусом. Потом его отстирать не так просто. Соль-то у нас уже здесь есть. Кристаллики, видите? Фольга не дала курице зажариться сверху. Поливаем курицу. Аккуратно размазываем. Аккуратно вот так. Так, между ляшечками потекло, потекло. Конечно, когда она горячая, мед сразу плавится и начинает стекать. Но учтите, сахар все равно задерживается. Не забываем об этом. И делаем то же самое еще раз. Немножко оставляйте, потому что 5 минут сейчас подержим. Через 5 минут надо будет еще немножко намазать. Главное, чтобы ничего не сгорело. Вот это прям мега-мега-мега важно. И в духовку. Опа, успела остыть даже. Вертикальный жар. Все, на максимум. 5 минут засекаем, смотрим. Я надеюсь, что за 5 минут у вас это произойдет. Потому что у меня это происходит моментально прям. Хе-хе-хей. Ну, слушайте, ну, конечно, можно ее там запекать дуталово. Просто из нее столько сока выделилось, что я переживаю за нее. Но с другой стороны, мы же понимаем, что этот сок нужно попробовать, если он не сильно соленый. Значит, мы его используем туда же, в блюдо. Главное, курица, в отличие от утки и гуся, не такая жирная. Из нее не вытапливается тонна жира. И потом этот весь бульон со слезами на глазах ты куда-нибудь выливаешь, потому что он ужирать-то его невозможно. Либо его нужно застудить, чтобы жир там наверх всплыл, скомковался. Ты его потом снимаешь, выкидываешь, а уже этот соус используешь. Здесь такого не происходит. Здесь очень много бульона из самой курицы. А теперь веревочки снимаем. Палочки оттуда выкидываем. Веревки нужны всего лишь для того, чтобы форму сохранить. Они там никакой психологической нагрузки не несут. Ну, кроме как курица, похоже, конечно, на садомаза. А так-то ничего такого особенного. Ладно, пусть пока. Давайте просто разрежем. Я просто хочу посмотреть. Режу, короче, ее посредине. Между ног и крыльев. Поперек. Надо как-то сделать так, чтобы все было видно. Вот так вот режу. На старт. Внимание. Приготовились. Офигеть. Опа. Представляете такой трюк? Вы перед гостями. Никакого звука. Х-х-х. Ломающихся костей. Потом берете, говорите, друзья, внимание, внимание. Там у меня собаки вон уже с мест соскакивали от ароматов. Внимание, внимание, друзья. Раз. И мы получаем просто шикарную курицу. Даже начинка, которая как капуста должна была выкрашиться с гречек. Там ничего склеенного-то нет. Она все равно там держится. Молодец. Освободите ножки, лапки, крылышки. Видите, главное, чтобы она схватилась. Как только она схватилась, уже мы достаем шпажки, она уже не разваливается никуда. Это часть курицы, которую любят многие. А кто-то там не любит ее. Я, например, люблю. Вырезаем лишнее. Да, почти за час курица, конечно, приобретает совершенно удивительные оттенки вкуса. Ну, в смысле, она готовится, приготовилась нормально. Капуста дотомилась. Ммм. Очень вкусно. Очень прям. Не зря роман такой. Все собаки пришли такие. Дай нам курицы. Дай курицу нам. Я подозреваю, что капуста сочная, не дает изнутри курицы сохнуть. Потому что мясо потрясающе сочное. Извиняюсь, потому что... Вау! Ваш Новый год не будет прежним. Сделайте обязательно. Штука простая. Ну, вот там час на запекание, да? И 15 минут на расковыривание. Ну, это стоит того. Реально стоит. Просто это вообще шикарное блюдо. Во-первых, оно великолепно выглядит. Во-вторых, начинка, если вам такая не нравится. Ну, вот я вам такую именно начинку рекомендую. Это просто шикарно. Потрясающе. Вот каждый, кто попробует, ее можно остудить, а потом прогреть. Также в духовочку. Только пергаментом закройте. Чуть водички на противень. Поставьте, она разогреется. Вот это, то, что изнутри. Квашеная капуста. Не только свежая, но и квашеный тмин. Дают такую ароматику шикарную. А соус вы не забываете подливать. Когда кусочки будете накладывать в тарелку вместе с начинкой. Ложечку соуса подливайте. Это великолепно. Я прощаюсь с вами. С наступающим Новым Годом. Я желаю, чтобы ваш стол всегда ломился от явств.